Вы имеете как искусственный интеллект? В сфере искусственного интеллекта. Долго думал над основной мыслью этого ролика, а я назвал участье в том, что не встречай по одежке, смотри глубже. Бомбит от мата? Никогда не узнаешь тонко-нтересно лирики Гровостока? Не можешь слушать тяжелую музыку? Не натренируешь свой мозг на такой уровень нейропластичности, что тебе будет пофиг на внешний раздражитель И это правда Не хочешь общаться с бородатым ботаном или с условным альфа-самцом? Никогда не узнаешь много чего интересного Шалом! Мы на гик-пикнике И сзади у нас мозг Он как бы отождествляет всю гиковость, как, типа, людям, видимо, здесь кажется И сегодня мы будем просто спрашивать у народа три тупых вопроса про будущее И в этом втором по счету видео и реально втором вообще в моей жизни Я вышел из зоны комфорта и просто пошел на гик-пикник спрашивать у людей все мои турацкие вопросы Это было капец как сложно, потому что реально каждый десятый человек просто слал тебя Но в итоге что-то получилось, и смотри, я надеюсь, это будет тебе интересно И в самом конце ты узнаешь, кто из них реально был прав Потому что нас ждут очень крутые чуваки из индустрии искусственного интеллекта Досматривай до конца! У нас тут, типа, стенд Artificial Intelligence искусственного интеллекта Давайте узнаем, у людей боятся ли они Ребята, вы боитесь, что искусственный интеллект у вас отнимет работу? Нет, потому что я его делаю Отлично Здравствуйте Здравствуйте А вы боитесь, что искусственный интеллект отнимет у вас работу? А почему? Не знаю Я не боюсь чего-то виртуального Отлично, ты боишься, что искусственный интеллект у тебя работа отнимет только за? Я учусь на факультете по инженерии в информатике Классно Ты боишься, что искусственный интеллект у тебя работа отнимет? Нет Потому что что? Потому что искусственный интеллект это будущее слесарь механосборочных работ боишься что искусственный интеллект у тебя отнимет работу ближайшее время это маловероятно потому что то что я собираю пока недоступно роботом роботы все-таки достаточно простые операции выполняют вот как на машинах машины собирают там еще что-то сваривают ручная сборка куда сложно пальцами проникнуть это только человек может пока что сделать можно сказать роботы смогут но это еще не при моей жизни скорее всего белка так все же вы боитесь что искусственный интеллект у вас отнимет работу белка нет ей плевать я лучший сотрудник из города перми провожу биологически активное соединение для лечения болезни паркинсона отлично вы боитесь что искусственный интеллект отнимет у вас работу искусственный интеллект помогает в работе инструмент see finder чтобы делал очень сильно ускоряет нужный поиск ну даже не на это не скорее что не искусствует не вместо человека а к человеку да я с вами полностью согласен здесь боитесь что искусственный интеллект у вас отнимет работу окей несколько боишься что искусственный интеллект у тебя отнимет работу нет я создаю большие игрушки для маленьких взрослых ты боишься искусственный интеллект у тебя отнимет работу ха нет 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 ни в коем случае я буду писать для него коды чтобы ты себя геномодифицировала если все можно было вообще здоровье улучшила окей не воспримечивая глаза сделала дополнительная реальность без этих всяких углов вот только ходишь смотришь возможно какое-нибудь супер зрение круто чтобы дальше и лучше видеть в вашем фракрасном спектре там и так далее интеллект увеличил бы жизнь подольше я бы улучшил бы все зрения это один из самых популярных ответов на самом деле зрением незрения я бы всю свою кожу сделал экраном когда мы будем жить там типа лет сто-двести когда нам не нужно будет делать детей как изменится гендерные темы половые темы отношения семьи вообще может быть по-разному я не считаю что это какая-то проблема возможно это будет монополы в браке возможно это будет традиционный но так что мы будем делать детей из пробирок вполне себе очевиден ничего страшного в этом нет хороший вопрос наверное потому что я даже не знаю что на него ответить как изменится но я думаю на что фантазию людей хватит если наука дойдет до такого уровня развития что можно будет так делать то я думаю не будет какого-то как сейчас типа ходить девушка трансвести там непонятно что отрятся грани полов и будет что-то ну да будет будет другом думать возможно это уже как-то будет меньше обращать внимание и более толерантными станут люди здесь не надо рубить с плеча тут тут место где надо сохранить консерватизм некоторое время а когда технологии появятся у туда уже надо понимать решение они заранее я думаю такого не будет вообще это всегда будет популярно что семья именно институт семей да вот сейчас мне кажется он будет на естественным путем это всегда будет более популярно чем но он не изменится прям какой-нибудь более полигамию там или еще что-то ну я про это много думаю пола уже исчезает и он не имеет отношениями кажется к вечной жизни семья исчезнет и в общем то она тоже исчезает скорее всего превратимся в общество еще более индивидуальных творцов и будем меняться услугами себя глобально через всякие странные уже на тот момент сети которые мы сейчас не можем себе даже представить виртуальные это это именно примерно похоже на то что я думаю классно скажи пожалуйста это ваша какая-то тема или что это ну что настало время поговорить с экспертами о том насколько страшен этот искусственный интеллект и у нас будет два человека один максимально глубоко знает детали искусственного интеллекта а другой максимально широко знает о его применении в абсолютно разных областях и общался с кучей людей которые занимаются этим искусственным интеллектом привет меня зовут евгения коновалова я являюсь генеральным директором компании сайнс гайд я создала проект эй хаб мы провели 17 хакатонов и разных конференций по всей россии и даже оказались в беларуси собрали 25 тысяч разработчиков и дата сайнсистов в свою команду а после этого построили целый айти отдел для американского инвестора в башне москва сити в 2019 году мы провели крупнейшую конференцию по искусственному интеллекту 2018 ну нет конечно же нет я тот человек который создает рабочие места тот человек который объединяет ученых предпринимателей они создают разные прототипы тот человек который нанимает людей в компании очень забавный списочек мне прислали и спросили когда искусственный интеллект заменит эти профессии скоро или не очень или никогда профессии пирсер сто процентов скоро парикмахер не скоро татуировщик скоро фитнес-тренер я думаю что скоро потому что уже очень много разных приложений которые на эту тему сделаны тренер по фридайвингу мне кажется не скоро хотя я думаю что какие-то тренинг системы будут написаны скоро но как бы в финале в любом случае эта профессия вряд ли будет заменена скоро потому что это все-таки такой нативный экспириенс который люди хотят иметь с тренером бармен я думаю да и я кстати знаю на физтехе в москве есть уже бармен робот которому нажимаешь на кнопочку он тебе делает гринк ресторатор это сложная профессия я думаю что не скоро или возможно никогда потому что все что касается творческих профессий есть вариант того что они будут заменены но они будут ассистировать людям вот поэтому бармен да а вот ресторатор я думаю вряд ли эту профессию когда-то кто-то заменит владелец магазина рептилий ребята владелец магазин рептилий эту профессию искусственный интеллект не заменит никогда поверьте юрист музыкант программист пессимист ну я думаю что эти вакансии в целом они могут быть заменены программист да есть искусственный интеллект уже который пишет код есть искусственный интеллект который рерайтит или рефакторит код фронт-энд дизайн фронт-энд разработчик думаю не скоро это сложный вопрос мне очень нравится моя жизнь я люблю вообще все что в ней есть не честно не хватает времени я бы хотелось чтобы я могла работать больше а спать меньше я на самом деле не думаю что он как-то в целом может измениться то есть если мы говорим что например женщинам нужно выходить замуж потому что они не очень защищены и в плане того когда они вынашивают ребенка и рожают ребенка и воспитывают его первые жизни первые годы жизни а я думаю что в таком случае если бы детей получали в инкубаторе наверное тем женщинам у которых есть такая проблема и мне нужно было бы выходить замуж я думаю что наверно каким-то образом количество браков уменьшится но возможно из этой истории вырастет какая-то другая история которая сейчас для меня лично не очевидно и возможно у людей будут какие-то совершенно другие принципы построения отношений привет меня зовут иван имщиков я работаю в институте макро планка исследователям занимаясь исследованием искусственного интеллекта генерации текстов на естественном языке работаю в компании аби евангелистом искусственного интеллекта рассказываю про наши технологии как мы их используем для создания автоматического документа оборота процессинга документов кроме того я с недавних пор директор по стратегии школы skill factory где мы учим людей разным дисциплинам вокруг технологий ну и у меня есть собственный подкаст он называется проветримся в телеграме канал называется т.м.кл.прогулка на него можно подписаться мы там обсуждаем разные технологические темы с гостями и гуляем в процессе обсуждения поэтому я решил свои видео тоже записать во время прогулки я не буду перечитать профессии потому что во первых любой профессии будут люди которые ценны за счет их навыков взаимодействия с людьми и они никуда не уйдут неважно что вы делаете готовите или водите такси спрос на человека который интересен как человек останется потому что людям интересно с людьми и среди таксистов есть мастера своего дела которые когда вы садитесь к ним машину разыграют что-то вроде не знаю какого-то такого такси спектакля и эти люди останутся и будут получать только больше потому что их услуги станут элитными а люди которые делают свою работу как автоматы не получают не удовольствия делая просто повторяющиеся действия в соответствии с какой-то инструкцией они будут заменены алгоритмом потому что алгоритм с их с работой справляется лучше стоит дешевле качество итогового пользовательского опыта повышает соответственно когда мы говорим про допустим человека который сделать пирсинг или татуировки если этот человек подходит к своей работе так что он художник и то что получается на выходе получается круто и уникально то ему ничего не угрожает а если человек делать стандартную какую-то тату или стандартный пирсинг который он делает всем на потоке то ну как бы это можно как-то автоматизировать явно как бы эти профессии не будут автоматизированы в первую очередь автоматизироваться будет то что предполагает рутинное действие повторяющиеся рутинное действие без каких-то явных не знаю без каких-то явных изменений то что называется предсказуемый интеллектуальный труд предполагающий просто четкие повторы ну что вдохновились испугались если что если интересно смотри по ссылке там будет очень крутая статья про то как работает искусственный интеллект на примере влюбленности если хотите почитать еще то вот вам три книжки для тех кто больше технарь это педро домингос и книжка называется верховный алгоритм для тех кто больше маркетолог визионер книжка life 3.0 жизнь 3.0 от макс тегмарк очень крутая очень футуристичная и для тех кто больше по бизнесу эта книжка и айс супер пауэрс про то как собственно китай и америка борется в сфере искусственного интеллекта если вы хотите что-то послушать лучшее что можно послушать это лекс фридман у него куча подкастов это просто джо роган в мире искусственного интеллекта особенно зацените серию с джошуа бах это просто каждые 30 минут у вас будет взрываться мозг напрочь ну и если хотите что-то поделать ручками и потренироваться то конечно прыгайте в куросеру и ищите сами курсы если вы хотите подробнее окей пишите блин в комментариях кто вы кем вы работаете боитесь ли вы что искусственный интеллект отнимет у вас работу и все любые другие вопросы и если на накопится 50 комментариев то я вам запущу офигенный список курсов по искусственному интеллекту вообще самый топчик который нужно изучить чтобы вы просто буквально за пару месяцев так хоп и стали спецом ну что короче подписываться видимо надо да я так правильно понимаю видимо нормальная же серия была да но если нет так пиши в комментариях мол говно чё говно поправим как обычно мы что-то за развитие да постепенное все покеда искусственный интеллект предсказывал в целом успешность стартапа а как мы можем хорошо померить отказоустойчивость человека для очень многих людей вопрос приватности их собственных данных это первый приоритет якобы с людьми все хорошо мы про людей все понимаем а вот искусственный интеллект это новая большая угроза если вы видите свою карьеру в этой истории и не видите вообще никакого развития для себя кроме этого и только треть людей получит примерно такие же результаты как и месяц назад и это самый воспроизводимый тест который у нас есть для людей выкладываешь на платформу и тебе искусственный интеллект перед продавай постолька это наплевательское отношение к пользователям то есть это мама с папой плохо наплевательски плохо воспитали человека который пошел играть на перстке и проиграл деньги если вы например едете с грязными номерами то камеры все равно вас фоткают и все равно просылают вам штраф и если у нас будут автономные автомобили будут люди которые будут пытаться в каких-то своих целях делать с ними что-нибудь плохое привет лайка у меня к тебе один вопрос ты боишься что искусственный интеллект отнимет у тебя работу а черт ты же есть тот самый искусственный интеллект мне осталось всего лишь дожить до сети